Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о безопасности дорожного движения, но говорим о самых маленьких сегодня детях и их родителях, которым необходимо изучать правила дорожного движения, начиная уже с детского, с самого юного возраста, это в дошкольных образовательных учреждениях. И сегодня здесь в Управлении образования города Ростова-на-Дону мы приветствуем всех начальников, заведующих, вернее, дошкольных образовательных учреждений, методистов, воспитателей и будем представлять презентацию областного конкурса дошкольных образовательных учреждений изучая правила дорожного движения с использованием автодискотеки. Сейчас мы посмотрим с вами опыт работы 284-го в железнодорожный район. Актуальность проблемы обусловлена высоким уровнем у детского дорожного травматизма и отсутствие психологической реакции поведения на дороге. Сегодня мы говорим о безопасности пассажиров и сегодня мы говорим о безопасности наших юных велосипедистов. Почему? Потому что у нас есть факты дорожно-транспортных происшествий, когда наши маленькие несовершеннолетние дошкольники на велосипеде выезжали на проезжую часть и сразу под машиной. И таких примеров я могу привести много. У нас пример был, когда в детском саду у нас забирали ребенка, и одна мама выводила ребенка, вернее бабушка, ребенок побежал, сразу выходит дорога, бабушка идет на своей волне. А в это время мама другая задним ходом забирала ребенка, сдает их. Ребенок под колесами автомобиля оказался, слава Богу, что он оказался жив, здоров, там небольшая травма. Не дай Бог, но он лучше все произойдет и по-другому. Это тоже вот в микрорайоне детского сада произошло дорожно-транспортное происшествие. Говоря сегодня о безопасности, нам очень хочется, что мы применяемые различные формы работы, которые вы сегодня применяете. А я уверена в том, что сегодня очень многие из вас работают добросовестно, очень многие стараются, очень многие сегодня готовят интересный материал, применяют интересные формы работы. Нам сегодня хотелось бы в подведении данного конкурса увидеть ваши интересные формы, которые вы используете. Когда-то пойдем в наш уголок в безопасность. Ребята с удовольствием поделятся сами теми знаниями, которые их научили родители. ПЕСНЯ Сегодня мы ставим задачу такую. Мы просим во время утренников переговорить с родителями, кто еще не купил автокресло своему ребенку. Пусть он его купит вот к Новому году. Не покупает какой-то там велосипед или какую-то там компьютерную игру там. Пусть он обойдется без этой игры. А купит ему автокресло. Подарит, положит его под елочку, потом возьмет это красиво. И на утренниках, на своих, пожалуйста, новогодних, эту акцию проведите, вручите, сфотографируйте. Потому что мы будем требовать от вас, чтобы обязательно к нам поступила информация от каждого района. Чтобы в каждом детском садике у нас была фотография автокресло. Кому вручено там мама там, папова Валентина Петровна там, вручила своему ребенку автокресло, поставила в машину. И теперь он будет ребенок у нас безопасно передвигаться. Стойте, стойте, подождите, красный свет, дороги нет. Пусть сейчас вы подпишите, где открыли зеленые снеги, как прошлое мысли. Стойте, стойте, подождите, трамвай опасная игра. На себя посмотрите, что она делала. Нам малыш дает указ, а мы же правила знаем. Все эти ролики показывались на выставке. Была представлена наша работа администрации Ростовской области, областной комиссии по безопасности дорожного движения, которую сегодня возглавляет губернатор Ростовской области Голубев Василий Юрьевич. И он предложил на местах главам администрации, мэрам городов, также возглавить эту комиссию. Почему? Потому что сегодня вопросами безопасности дорожного движения на территориях занимаются главы муниципальных образований, согласно 196-го федерального закона. И вы об этом, как руководители, должны обязательно знать. У нас сейчас, вы знаете, что федеральная целевая программа заканчивается в 2012 году, и далее у нас формируется новая федеральная программа, которая будет в 2013-2020 годы. И вот сейчас нам надо заложить это финансирование для того, чтобы вы посмотрели у себя, где-то нужны лежачие полицейские в организации дорожного движения, где-то нужны дополнительные дорожные знаки, дети, пешеходный переход, жилая зона. Далее, значит, где-то нужны, и мы должны уже уходить с вами от нерегулируемых пешеходных переходов. И сегодня об этом вы видите, что сегодня все об этом серьезно говорят, что нерегулируемый пешеходный переход приводит к тому, что у нас сегодня увеличилось количество погибших пешеходов, количество травмированных пешеходов. Почему? Потому что наши водители сегодня не всегда останавливаются, не всегда соблюдают правила дорожного движения. А пешеходы, рассчитывая на то, что их обязаны пропустить водителя, тоже не всегда проявляют внимательность. И в результате кто страдает? Страдают, конечно, пешеходы. Вот посмотрите, значит, где у нас не хватает разметки, где знаки, где у нас, значит, нет пешеходных переходов, разметки и так далее. То есть полностью вот подходы безопасности дошкольным образовательным учреждениям и школам. Значит, ну мы сейчас говорим о дошкольниках. Исходя из того, что сегодня закон о полиции определяет, что на госавтоинспекцию возложена контрольная и надзорная функция, значит, с этой стороны тогда нам будет легче проанализировать, вот что в Багаевском районе и что им нужно сделать в главе администрации, а что в Первомайском районе города Ростова и что сегодня надо сделать в главе. И что мы сегодня имеем в городе Ростове-на-Дону? Мы имеем сегодня два мобильных автогородка, 103-й лицей, 25-я гимназия, еще 101-я школа купила, не установила. И все. И ни одного мобильного, и что? И что-то чуть-чуть в детском саду. Больше ничего. То есть как проблема была, так она и осталась. Принупреди, значит, спасти. Это детский сад номер 261, Первомайского района города Ростова-на-Дону. Бурлит жизнь в этом славном месте. Раздет число жителей, транспортных средств и новостроек. Вот есть у нас четкое положение, да? Где написано, сколько минут? Шесть. Ну, максимум шесть, да? Ну, так много информации. Да много-то информации. Ну, вот информация, которая много была, вот, наверное, на чем с этой вот много информации, Ленинский район, да? Хороший материал. Вы хотели подробно все это самое. Но, поверьте, 12 с половиной минут, когда идет по положению 5, это просто нереально. Поэтому мы сегодня вам определяем второе место. Чтобы вы просто, ну, как бы, вот есть положение, и все, работает четко положению. Так, дальше, значит, у нас пролетарский район, 291-й детский сад. Ну, я, например, вот, честно вам говорю, вот, например, для нас, вот, как бы, идея того, чтобы показать работу, вот, вы увидели? Вот, давайте с вами все вместе разберемся. То есть, вот, вот, как бы, вот, такое, что-то такое, все, оно такое, вот, оно воздушное, такое, вот, оно все, а само положение, оно не отразило. То есть, по-самому положению, это работа, оно не отразило. То есть, вроде бы, как бы, что-то вы хотели такое, вот, эмоциональное, что-то такое нам рассказать, а в принципе мы вот ваши работы не увидели вот в этой презентации. Третье место. Так, Советский район очень огорчил, 107-й детский сад. На фоне того, что проделана великолепная работа, я вот, например, знаю этот детский сад, все, как можно было показать знаки на желтом фоне? Я вас умоляю, я понимаю, что мы все плюшкины, но не до такой же степени, но не можем же мы по 40 лет хранить дорожные знаки. Они уже у нас нет, уже знаков на желтом фоне нет. Увидели ваши много новых наглядных пособий, увидели вот, второй у нас был 284-й детский сад, они работали по пешеходам, да, вот, у них хороший материал, пешеходный переход, социальная компания, там у них прямо эта пешеходная дорожка, и четко они работают, четко рассказывают, объясняют по данной тематике. Четко, конкретно, все было по положению, может быть, немножко вот не подделать что-то вот по автодискотеке, но вообще, в принципе, заслуживает первого места. Железнодорожный детский сад 284. Одно и то же, это самая загадка по правилам дорожного движения, ну, понятно, что оно как бы работает в разных детских садах, но здесь уже совсем по-другому, потому что сам садик, он же показал не только там, что пришел инспектор, они показали свою систему, свою работу, свое, эту самую, 261-й, 1-го майский, первое место. Так, Кировский район у нас, так, значит, Кировский район, 73-й детский сад, да, и Октябрьский 3-й детский сад, значит, и вот Октябрьский район, автокресло, очень хорошо была проведена вот такая четкая, целенаправленная работа социальной кампании, автокресло. То есть, знаете, вот даже вот иногда, может быть, и не все надо прям вот подробно что-то рассказывать, где-то вот рассказали, а вот конкретно выделили, да, вот проблема, вот она работает, вот с этой проблемой работают, вот она идет конкретно, выстроено все, тоже. Где-то там какие-то немножко недоработки, но это понятно все, это самое первое место. И 73-й Кировский район, и Октябрьский 3-й детский сад, два первых места. Итак, у нас самый главный гран-при, я не знаю, вот как вот, на ваше усмотрение, вот мы с Тамарой Владимировной определили, что вот, конечно, вот такой вот самый яркий, интересный, компактный, вот как-то вот, на наш взгляд, и более такой, все-таки вот, ближе вот такой яркой темы содержания получился 36-й детский сад. Ура! Вот что говорится, самое первое место, самое первое место гран-при. Ну что ж, я вам хочу сказать, спасибо вам большое за то, что вы понимаете значимость этой проблемы. Мы уже 25 лет работаем по этой теме, растут дети, меняются сотрудники, проходит время, но тема остается все актуальнее и актуальнее год от года, и, извините, сохраняются традиции детского сада, которые мы стараемся выдерживать. И раньше мы как-то больше уделяли внимание детям, воспитанию детей, правил дорожного движения. То сейчас все больше и больше родители нуждаются в нашей помощи, потому что у нас, например, даже на опыте работы, вот нас, нашими родителями, многие кресло использовали. Но они его почему-то на первое сиденье устанавливали, вот так было удобнее маме, она говорит, и мне даже, я консультировалась, не позволено. Ну, позволено, в принципе. Да, да, но все-таки убедили, что самое безопасное место в кресле – это за спиной водителя. Поэтому эта тема очень актуальна, и мы стараемся еще и родители акцентировать их внимание на то, что Новый год впереди, к Новому году можно сделать подарки своим собственным детям, каждому водителю, каждому папе вот такое кресло приобрести в обязательном порядке для своего ребенка, чтобы было безопасно. Надеемся на то, что при проведении новогодних утренников, значит, детям будут подарены автокресла, вы сфотографируйте, и нам фотографии направите. Спасибо большое! Мы каждый день в пути, ну а поскольку в жизни всякое бывает, желаем доброго пути и путь дорогу перейти, там, где зебра на асфальте загорает.